В администрации состоялось очередное еженедельное оперативное совещание. Сотрудники управления и оперативных служб отчитались в работе за прошедшую неделю. За прошедшую неделю в отделе внутренних дел округа поступило 2200 обращений. Возбуждено 31 уголовное дело, 26 раскрыто по горячим следам. Также на этой неделе раскрыли два убийства. Одних из мусорных заводов в Московской области были найдены останки, то есть рук и ног неизвестного. В общем, хорошо сработал следственный комитет совместно с нами, то есть задержан человек, который в поселке Мерное проживает, расчленил там человека и разбросал по всем мусорным ящикам, которые вывезли туда в Шаховское. Сотрудники полиции за жаркой погодой работают в усиленном режиме, обеспечивают порядок в зонах массового отдыха людей у воды. Также несут службу и пожарные. Количество пожаров возросло. Непосредственно по городскому округу Люберцы пожарными было потушено 6 пожаров. 10 числа в 16 часов 12 минут загорание гаража по адресу Люберцы, по поселок Малаховка, улица Поселковая, ГСК Горняк. В результате пожара обгорел легковой автомобиль, мебель и личные вещи на площади 25 квадратных метров. Спасен один человек из смотровой ямы в гаражном боксе звеном газодемозащитной службы с помощью спасательного устройства. Также был обнаружен еще один пострадавший. Оба пострадавших были госпитализированы. Служба ЖКХ работала в штатном режиме. Аварийных отключений не было. Работы по благоустройству ведутся в парках и дворах. На особом контроле администрации обращения жителей. Необходимо привести в порядок территорию. Это ТЦ Солнечный. Малаховка, Комсомольская, 1. Устранить надписи на фасаде дома. Октябрьский проспект, 64. Пресечь нестанционированную торговлю. На совещании заслушаны отчеты о работе Мособл ЕРЦ и службы 112. А главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов рассказал о ситуации с распространением коронавируса и напомнил о необходимости вакцинации и ревакцинации.